Я рад встрече с вами. Спасибо, что решили провести со мной эти несколько минут. К вашим услугам, пастор Вальтер Зензен. Не знаю, попадали ли вы в бурю, в настоящую бурю или ураган. Я помню, как на следующий день после Рождества в 99-м году, во время путешествия по Эльзасу, мы видели целый лес с поваренными, вырванными с корнем деревьями. Это была буря, которая бывает раз в сто лет. Бывают бури не только в природе, случаются также бури другого характера. Один человек сказал мне недавно, у меня буря в голове, бардак, хаос, буря в мыслях. Все спуталось, я не знаю, что с этим делать. Буря бывает всяким. В Евангелиях описана буря, которую усмирил Иисус. Мы находим эту историю в трех из четырех Евангелий. Знаменитая история об украшении бури. Иисус был в лодке, и Он укротил этот шторм. Я молюсь, чтобы, плывя с Иисусом по жизни, вы знали, что Он никогда не допустит, дабы вы проходили испытания сверх сил. Он контролирует и укращает бури после войны Иисуса. Это произойдет, если вы сейчас проходите трудности и бури. Есть еще один вид бури. О нем написано в книге Деяния, 27 главе. Мы читаем очень подробное, кстати, очень интересное описание. Невероятные бури. Там был один заключенный среди 276 человек. Они находились на борту корабля, отплывшего открыто по Средиземному морю по направлению к Италии. Здесь мы видим бурю, шторм и даже кораблекрушение. В 27 главе, 10 стихе, мы читаем, что апостол Павел, слуга Божий, человек, исполненный Духа Святого, перед отплытием, получает слово от Бога, перед тем, как корабль снялся с якоря и были подняты паруса. Он получил слово от Бога, поэтому он говорит капитану, «Я вижу, что плавание будет тяжелым, сейчас лучше не плыть». Но Павел был простым узником, и его не послушали. Путешествие началось. Корабль вышел в море. Может быть, вы сталкивались с чем-то подобным. У вас было слово. Что так горело вашим сердцем? Вы знали истину, которую вам показал Бог. Но никто вас не послушал, не переживайте. История на этом не заканчивается. У вас будет еще одна возможность. Так было и в случае с апостолом Павлом. Он был среди пассажиров в качестве узника, как я уже сказал. И вдруг разразилась эта сильнейшая буря. Корабль не поддавался управлению. Профессиональные моряки пытались применить свои знания и умения, чтобы вывести корабль. Но ничего не помогало. Приходилось всплыть шторм, который длился более двух недель, как написано в Библии. В тексте говорится, что Павел был там, на корабле. Он, как и другие, страдал от морской болезни. Он страдал вместе с остальными. Но Павел, я хочу это подчеркнуть, в этом опасном путешествии сохранил нечто. Он сохранил общение со своим Богом. Какими бы ни были обстоятельства, не отдаляйтесь. Не позволяйте обстоятельства отдалить вас от Господа. Храните общение с Ним. У Него есть, что сказать вам. И Он использует вас. Даже в беде, даже в испытании, а вы будете Его посланником для людей, которые проходят те же трудности, что и вы, которые плывут с вами в одной лодке. В 21 стихе 27 главы сказано, Павел, став посреди них, сказал, «Мужик, надлежало послушаться меня, но у меня есть слово от Бога для вас». Павел стоял, когда другие лежали. Он стоял в вере, когда другие были выбиты из колеи. Вот почему Бог использовал своего служителя. Потому что он внутренне устоял в своей вере. И сейчас он стоит, чтобы помочь другим во имя Господа. Он получил слово, и теперь все изменилось. Ветер стал дуться в другую сторону. Его аудитория открыта к нему. Все ловят каждое его слово, потому что он получил слово от Бога. Друзья мои, когда у вас есть слово, в нужный момент, когда другие, возможно, не знают, что делать, кому обратиться, «Если вы получили слово, если вы пребываете в общении с Богом и имеете мир, произойдет перемена». Апостол Павел получил слово по трем аспектам. Я хочу их кратко передать. В 27 главе Деяний вы найдете это описание, которое будет для нас источником вдохновения, чтобы мы, в свою очередь, находились в присутствии Божьем и получали слово от Него. Первое. В 24 стихе сказано, «Не бойся, Павел». Бог даровал тебе всех, плывущих с тобою. Бог ему говорит, что все будут спасены. Намерение Бога всегда и в первую очередь направлено на спасение. Бог желает спасать, исцелять, освобождать, избавлять от гибели. Он желает спасать. А вот его намерение. Такое намерение он имел в отношении данного судна с двумя стами, семью десятью, шестью пассажирами на борту. Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог желает спасти вас. Это его главная задача, его цель, его намерение сейчас, когда вы смотрите и слушаете меня. Второе. Записано в том же 24 стихе. Павел, тебе должно предстать перед Кесарем. Я говорил, что корабль направлялся в Италию, где узник Павел будет отправлен в Рим. Он должен был предстать перед Кесарем. Этим Бог хотел сказать. Павел, мой проект и план для тебя не завершен. Мне нужно еще кое-что сделать. Твоя миссия, твое призвание еще не до конца исполнено. Все, что я предназначил для тебя, осуществится. Послушайте это слово из послания к филиппицам. Это первая глава, шестой стих. Там Бог говорит через своего слугу, апостола Павла, «Я уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Господь начал вас доброе дело, и Он же его закончит, Он его завершит. Все, что предназначено для вашего призвания, о вашей миссии, о вашем служении, будет доведено до конца определенного Бога. Тебе должно предстать перед Кесарем. И третье, что Он получает в откровении посреди шторма, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Это означает, что скоро наступит этап отдыха, будет штиль, будет покой. Вот какое ободрение. Я хочу сказать и вам, ободрение скоро придет к вам, хотя кажется, что буря вас полностью накрыла. Стоится, чтобы получить Слово от Бога. И Слово от Бога вам поможет встать. Мы с супругой молимся вместе, если есть возможность, каждый день. Каждый из нас получает Слово, которое нам помогает. Иногда это стихо из Библии, иногда вдохновение. И однажды Бог сказал нам, «Теперь испытание не окончено». Или «Не просите больше, начните благодарить меня». В другой раз это была строка из песни. Или же ответом от Господа может быть просто мир в сердце. Получите свое слово. Это очень важно для вас. Это важно передать и другим, а людям. Стойте, продолжайте стоять посреди буре. И пусть Господь обильно благословит каждого из вас. Я предвкушаю следующую встречу с вами и благодарю вас за внимание. До свидания и обильных вам Божьих благословений. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова